В минувшие выходные в Столине прошло одно из самых долгожданных мероприятий – открытие физкультурно-спортивного комплекса «Аквамарин». Строительство спортивного объекта началось в январе 2011 года. За столь непродолжительное время работникам Столинского ПМК-24 удалось возвести достойный спортивный комплекс, конструкция которого позволяет проводить соревнования районного и областного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Новый объект призван вести качественную подготовку юных спортсменов, поэтому передан в оперативное управление Столинской детско-юношеской спортивной школе. Как отмечают в администрации города, объект не будет пустовать. Его будет посещать не только молодежь, но и люди постарше. Я очень рад приветствовать вас на нашей столинской гостеприимной земле. Поводом для нашей встречи послужило два очень знаменательных события для жизни города Столина. Это открытие спортивного комплекса «Аквамарин» и проведение 14-й спартакиады «Вертикаль». Очень отрадно, что такие замечательные комплексы строятся не только в нашей столице, в областных городах, но и в районных, центрах и агрогородках. Знаменательно, что торжественное открытие нового спортивного объекта было приурочено к финалу соревнований среди работников исполнительных и распорядительных органов Брестской области «Вертикаль». Для того, чтобы оценить физкультурно-спортивный комплекс «Аквамарин», в Столин прибыл глава региона Константин Сумар. Он лично осмотрел тренажерный зал, помещение для игры в шашки и шахматы, площадку для мини-футбола и бассейн. Губернатор региона остался доволен новым спортивным объектом, который станет стартовой ступенькой для будущих олимпийцев Столинщины. За счет бюджета области здесь вложено около 70 миллиардов рублей. Это добротный, прекрасный комплекс. Надо сказать, что комплекс получился, думаю, и на славу, он многофункциональный. Здесь можно учиться плавать и деткам, и взрослым, потому что есть два бассейна. Здесь очень прекрасный, многофункциональный зал для игровых видов спорта. И тренажерные залы, бильярдные залы. Но самое главное, я думаю, вот особенно для лета, сделаны очень добротные плоскостные сооружения на улице. С покрытием специально импортным и по технологии Германии. Поэтому комплекс действительно получился очень красивым, удобным, но функциональным. И самое главное, это очень большой подарок и аштай для жителей Столина, которые заслуживают такого подарка. Осмотрев спортивный комплекс, глава области Константин Сумер отправился на финал футбольной игры между командами Брестского облсполкома и Лунинецкого райсполкома. Матч был напряженный, футболисты сражались за каждую секунду тайма. А тем временем на других спортивных площадках также проводились различные состязания. Хоккей на траве, шашки, бильярд. И это не полный список всех соревнований. Столинцы гордятся, что теперь в их городе есть такой объект. Они уверены, что вертикаль – это не последнее соревнование, которое примет Аквамарин. Для меня вообще то, что открыли этот центр, это вообще очень хорошо. Потому что дети могут научиться плавать, заниматься всеми видами спорта. Так что это замечательно. Это просто чудесно, что можно прийти и можно как-то развиваться в спортивном плане. Можешь планировать уже своего ребенка привезти сюда? Ну, конечно, конечно. Обязательно. У меня еще и старший есть. То и футбол, и вообще многие виды спорта можно заниматься. Это замечательно. Исходя из того, что мы уже 47 лет в спортивной школе, не имели собственной базы, сейчас дали нам такую базу, то возможностей у нас открылось намного проще, больше, чем было. Занимались мы раньше вообще на базах средних школ, а сейчас имея свою базу. И пропускная способность в час, я так скажу, что здесь может работать 10-12 тренеров. Это где-то до 150 человек можно сразу работать. Помимо учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований, в комплексе планируется организовать оздоровительные занятия для всех слоев населения. В состав комплекса входят сауна, пять раздевалок и единственная в райцентре пиццерия. Здесь работают тренажерные и залы для игры в настольный теннис и бильярд. На прилегающих физкультурно-спортивному комплексу территории построены теннисный корт, комбинированная площадка для игры в волейбол и баскетбол, хоккейная коробка, поле для мини-футбола, оборудована автостоянка. Одним словом, двери Аквамарина будут открыты для юных и взрослых любителей здорового образа жизни всего Столинского района.